С виду уютные дворики, расчищенные до плитки тротуары, посыпанные противогололедными материалами, удобные и не скользкие входные группы. Но это только на первый взгляд. Юлия живет здесь с самого основания ЖК, уже 7 лет. Беда нашего ЖК в том, что снег не вывозится и не убирается. Чистят только дорожки. Дорожки, которые у нас здесь, вдоль домов, а остальную территорию не расчищают. И дорогу проезжу тоже самое. Чистят только две полосы, не обращая внимания ни на парковочные места, ни на прилегающие дорожки к дороге, к основной, тоже их не прочищают. Согласно с Юлией и другие жильцы ЖК Рублевский. Вы, наверное, сняли то, что тут не убирают улицы. Вот на самом деле я вообще уезжаю отсюда. Вчера вызывал газель, ну вот, и она, ну, там притерлась где-то там, не смогла мне везти вещи. Мы живем тут только первый год. Мы как раньше не знаем, но убирают тут только вот в основном прохожую вот эту дорожку. Ну и стараются убирать проезжие. Вот даже сегодня ночью я слышала, как бы ездил трактор и чистил. Ну, остальное, конечно, вот тут не пройти, не проехать, не пройти к парковке. У нас машина в подземной парковке, как бы к ней через сугробы приходится пробираться. Пробираться через сугробы приходится не только к подземной автостоянке, но и от дома на парковку, расположенную вдоль проезжей части. Особенно чувствительно это для молодой мамы Юлии. Как-то говорят, что это сани. Только переключив сани в режим коляски, Юлии с маленькой Диолетой удается, хоть и с трудом, преодолеть эту снежную преграду. Следующий пункт экскурсионной программы, которую молодая мама проводит для нашей съемочной группы – детская площадка. Маленькая Виолетта очень любит горки, но кататься на них пока невозможно. На детской площадке малышке снега почти по колено. Пока она здесь может заниматься лишь ходьбой с препятствиями, самостоятельно очищать от снега скамейки и сиденья карусели, долепить снежки. Однако это лишь неудобство для родителей с детьми. Другая проблема касается безопасности всех жителей ЖК. Самая ужасная крыша, потому что даже если рассматривать, что нам повезло, что нам чистят эти дорожки, гуляя по ним, я не смогу физически отбежать. Только если не в сугроб, а если в коляску с ребенком, то это вообще нереально, чтобы на меня не упали вот эти сосуды. А, где же заявки? Миллион раз. И так по многим другим вопросам. А вы обращались в управляющую компанию? Ну, лично мы нет. А жильцы как бы стараются обращаться, но ответа особо никакого нет. Мы решили проверить работу обратной связи с жителями в управляющей компании и отправились в офис УК «Рублевский». Однако дальше дверей не прорвались. Вот я не хочу, чтобы меня снимали. Вот от меня у вас есть разрешение? Вы меня снимаете, между прочим. А мы к представителю как к организации. Ну, есть люди уполномоченные, нет. Есть люди уполномоченные отвечать на вопросы. Дайте нам тогда представить. Дайте дверь закрыть, дверь закрыть, дайте. Мы также попытались связаться с руководством УК по телефону. Однако ни номер отдела по работе с населением, указанный на официальном сайте компании, ни номер секретаря, отмеченный на табличке при входе в офис, не отвечают. Здравствуйте. В настоящий момент данный номер не обслуживается. Кстати, уезжая из ЖК, мы увидели оградительную ленту, призывающую жителей быть осторожными. Правда, только у одного из домов. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...